Привет, уважаемые зрители! С вами у микрофона Никита, канал НК. Мы продолжаем проходить метро 2033. Луч надежды. Тут что-то странное. Погоди! Ну, когда же мы уже доберёмся? Я должен увидеть! Пойдём потихоньку. Смысла стоять здесь нет. Ох, что-то эти опять летают. Драконы. Рептилоиды. Так, куда нам идти? Вроде бы мы трогать их не собираемся, и всё нормально. Да? Успели. Опачки, банка, банка. И здесь банка. Вроде бы они безопасные, эти банки. Так. Фонарик у нас на полное, это хорошо. Фильтр и патроны деньги. Оказывается, это всего лишь тайник. Плохо. Куда же нам выходить? Ага, вон туда нам нужно. Ах ты, тварь. Заметила нас. Ох. Большая креветка. Большая креветка. Он проваливается, у меня аж сердце замирает. Теперь куда? Ой-ой-ой-ой-ой. Они тут ещё и между собой бьются. Так. Там дракон кого-то ест. Летающая. Куда ж теперь? Сюда? О, чёрт. Что за тварь? А, вон сверху. Ладно. Значит, нам не сюда. Аптечку вкололи. Похоже, вот это вот. Сверху этот червь нас сильно повредил. Не могу понять, куда идти. Наверное, сюда я. Кто это шагает? Я сейчас представляю, какой гигант вылезет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бешеные. Опять? Мимо нас. На нас? Готов. Они всегда бегают стаями по три. Собаки. Вот чёрт. Чё, понять не могу, куда нам бежать. Аптечка уже на исходе. Наверное, нет, не сюда. Куда ж тогда? Неужели сюда? Так. Да. Сейчас правильно идём. Ленинград. Сейчас мы фонарь подзарядим. Может быть, я из-за того, что с фонарём иду, и они так на меня агрятся. Пока что ползём. О, боже мой. А это кто такие? О, боже мой. Если я с этим чудовищем буду биться, мне уже просто становится не по себе. Он слишком огромен. У меня не хватит столько патронов. Или нас просто решили напугать. Какой красивый туман. Так, папка. Заметка один. Теперь мне всё известно. Теперь мне известно всё. И всё стало на свои места. Всё, что я видел до сих пор, было лишь приготовлениями. Настоящий удар будет нанесён в последний момент, когда никто не будет его ждать. Корбут говорил о том, что захватит метро бескровно. Он действительно может это сделать. Последняя кровь, которую ему придётся пролить, кровь бойцов Ордена, защищающих Д-6. Красные застанут их врасплох, ведь момент нападения Москвин будет подписывать мирный договор с Мельниковым и остальными. Ну, это как вот Гитлер, я вспоминаю, 1941 год, когда был пакт Риббентропа о ненападении, да, Молотова и Риббентропа. Да, очень удивительно. Извините, конечно, что слышите, может быть, где-то сверлят. Это, как всегда, соседи неугомонные. Ну что, я вижу только дорогу вперёд. Никаких обходов. Хотя не очень-то хочется идти. Там была эта большая тварь. Огроменная. Я чувствую, что я здесь с ней буду биться. Вот она. Она защищает детей. Осторожно. Так куда ж, осторожно, а? Ох. Это ужас. Это всё? Бережёт спину. Там она беззащитна. На. Хорошо. Ох, сколько здесь крыс. Давай. ну не вижу сколько ты в меня будешь за какой-то какая-то жуть фу кажется убежала сколько же я патронов на нее потратил я все с патроны спустил все что было на дробовике как дальше идти с чем сейчас поищем что-нибудь так так менять патроны смысла нету вернее менять на этот дробовик более слабый нашли фильтр еще один фильтров здесь огромное количество я слышу как она рычит есть пока что еще обычные вот отлично обычные патроны на свд ну пошли дальше вот она о боже мой проходим дальше они ее загрызли или его да здесь выживает сильнейший сам за себя как настоящий дикой природе ужас наконец таки хоть родные голоса послышались слава богу цел а кто это с тобой неужели а это кто кто сюда ребенка без противогаза что за да это он это он дитя нового мира черный нет не стреляйте полковник тогда держите его подальше а то я за себя не ручаюсь этот зеленый а этот желтый скажи ему что я не опасен он приспосабливается к людям артем можно с ним пообщаться забудьте о страхах полковник просто возьмите это дитя за руку ну уж нет к тому же сомневаюсь что от него будет толк но вы действуйте только живее пока я не передумал и не пристрелил его о я понимаю его вижу его мысли и слышу твои артем ты можешь считать мысли простым прикосновением с ним не так мы можем говорить на расстоянии он особенный его усыновили давно так вот почему ты особенный артем это они изменили тебя чтобы понять нас что за этой дверью ты не слышишь тебя звали я слышу открой погоди-ка где то я это же одни из закрытых ворот д6 кодовый замок что там внутри мэй мэй они там они спят да это же это же смотри они в спячке он не один я должен их разбудить им пора жить нам всем сейчас туда если сможем откроем тебе дверь там смерть рядом вокруг но я должен иначе останусь один навсегда помоги нам и мы поможем тебе я сделаю что надо я должен их разбудить что-то придумаем поживее муки сандра вообще кошмар абракадабра какая-то полковник откройте нам ворота в конце линии д6 на ботанический сад у вас есть код все коды д6 у меня есть но обещать ничего не могу придется тогда он выручит нас в полисе значит берите его с собой и по дороге все расскажете если убедите меня открою за мной неужели мы патронов не насобираем как же так он не единственный не последний я понимаю его восторга его желание как можно быстрее добраться до своих освободить и пробудить их но он согласился подождать чуть-чуть сначала он попытается помочь нам если мы успеем на конференцию черный сможет открыть для нас мысли москвина или самого корбута и возможно заставит их остановить это безумие это наш последний шанс итак мы будем сейчас в полисе надеюсь что мы туда наконец таки попадем я помню из первой части какой был красивый полис очень фантастическая была станция локация потрясающе с вами был Никита подписывайтесь комментируйте ставьте лайки надеюсь что вам понравилось и до встречи пока пока